Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, и разработчики выложили на продажу новый набор из двух восьмерок. И набор действительно классный и очень интересный. Сейчас будем обсуждать все вам поочередно. Значит, смотрите, за 17,5 тысяч вы можете приобрести себе две довольно классных, прикольных, интересных машины. Это Бойрос Куая и Тип 57. Да, я знаю о том, что читается Тайп, просто типами мне их больше нравится называть. Простите меня, пожалуйста, и не хайте меня в комментариях. Лучше напишите что-нибудь приятное. Первое, что меня удивило, почему разработчики Тип 57 сюда вложили просто как добавочный, да, вот как три мистических контейнера, как камуфляжи и так далее. Что я имею в виду? Они сверху написали только про Бурасика, но а про Тип 57 почему-то не указали. Такое впечатление, что Бурасик продается, а Тип 57 просто типа в нагрузку идет. Ладно, шутки шутками. Вот такой вот набор за 17,5, открытое все оборудование, аватарчик. Два камуа довольно классно смотрятся на данных машинах. Здесь я спорить абсолютно не буду, хотя к камуа я отношусь в принципе спокойно. Но вот эти, они действительно симпотно смотрятся на 57. Ну, просто идеально. Ну, не знаю, ребят, на вкус и цвет, безусловно, но мне заходит прям на все 100. Если у вас голды нет и вы готовы задонатить, то вы можете купить данный набор за 30 долларов. Все то же самое, просто за реальные деньги. Дорого или недорого, ну, здесь решать вам. Хотя, честно говоря, 30 баксов за то, что вы получаете 3 контейнера, да, плюс 2 машины, наверное, все-таки немножечко дороговато. Хотелось бы дешевле. Но в целом, с учетом того, что за 35 баксов продают одну десятку, то взять себе 2 годных восьмерки за 30 баксов, по-моему, предложение довольно неплохое. Что касается того, чтобы купить данные машины отдельно, то машины отдельно продаются уже по очень, очень высокой цене, ребят. За типа 57-го хотят 10 косарей за голую машину. Просто машина и слот в ангаре. И аж целых 12 с половиной за Боросквая. Тоже голая машина без ничего. Честно говоря, вот эти 2 ценника меня прям убивают, убивают на повал. И у меня ситуация следующая. У меня есть Боросквая на моем твинке, на основном аккаунте. К сожалению, моему глубочайшему данной машины у меня нет. Ну, а типа 57-го у меня в принципе нет ни на одной из аккаунтов. Я бы очень сильно хотел себе данную машину, но за 10 тысяч покупать его на основе это очень дорого. И я себе такой роскоши позволить не могу. Имеет смысл было бы купить себе за 17 с половиной или за реальные деньги на основной аккаунт обе этих машины. Поскольку ни той, ни другой я, к сожалению, на основе не имею. Но опять-таки реальных денег у меня, к сожалению, нет для того, чтобы приобрести. Ну, а 700, простите, а 17 с половиной тысяч золота. Это вся моя золотая копилка на основе, которую я очень долго собирал просмотрами видео и выполняя боевые задачи. Поэтому просто взять и всю копилку слить на 2 танка. Может и финансово мог бы себе это позволить. Но тогда я в ноль убью свои возможности покупать более дешевые новые машины, которые будут выставляться на продажу. И, соответственно, снимать для вас честные обзоры на них. Вот такая вот ситуевина. Ну, ладно, буду как-то с этим жить. Буду как-то горевать. Ну, и ждать более широких финансовых возможностей для удовлетворения своих моральных потребностей. Итак, ребят, что собой представляет бой Росквая? Можете посмотреть отдельный обзор у меня на канале. Вот ссылочка на обзорчик. Ну, а сейчас мы просто посмотрим на технические характеристики и выпрыгнем на нем в бой. Машина бодренькая, машина веселая. И мне она чем-то очень сильно нравится. Безусловно, мне не сильно нравятся, как я уже говорил, цикличные барабаны. Здесь в барабане два снаряда. По 320, между прочим, альфы. Что, кстати, довольно-таки немало. Довольно нормальное пробитие. 200 единиц. Время перезарядки барабана составляет 18,5 секунд. И, честно говоря, ну, все-таки многовато. Многовато для данного барабана. Если бы он перезаряжался хотя бы там секунд эндек 15, тогда было бы как-то повеселее. А так не очень. Время сведения великовато. И разброс, он в пределах типа нормы, но все-таки не сильно комфортно играется. По оборудованию я себе поставил на увеличение пробоя. Потому что мне почему-то показалось, что пробоя недостаточно, когда я катал первые катки на данной машине. Ну, а если ставить себе вентиль, то вы уменьшаете время перезарядки всего лишь на 0.38, что несущественно. Ну, и что касается проходимости и подобных вещей, оно как бы не сильно решает на данной машине. Да и урон, честно говоря, в минуту заявленный, он не сильно увеличивается. Всего лишь на 35 единиц. Поэтому я свой выбор сделал в пользу того, чтобы увеличить себе уровень пробития. Ну, и таким образом увеличить свои шансы, когда я буду встречаться с тяжелыми, либо тяжело пробиваемыми машинами. Ну что, поехали в бой. Посмотрим, что Буарас Квайя собой представляет. Ну, и придем к выводу, наверное, по поводу того, а стоит ли покупать данную машину отдельно от набора. Как я уже сказал, целый набор на основу я с удовольствием бы себе заимел. Мне нравится и та, и другая машина. И тип 57-й это один из моих целей на 8 уровне. У меня очень много машин 8-го левела, но 57-го не хватает. И вот к нему, скажем так, я стремлюсь. Что же касается того, чтобы покупать себе Буарас Квайя отдельно за 12,5, в любом случае, вне зависимости от того, насколько хорошо эта машина играется, насколько она будет много удовольствия вам приносить. Согласитесь, 12,5 косарей это реально дорого. Ну вот, просто дорого. И нечего там дальше говорить, какой бы он не был крутой, как бы круто он не поворачивался там, не разворачивался на месте, как бы бодро он там не отбрасывал от снаряда к снаряду в своем двухзарядном магазине. Все равно, ребят, 12,5 косарей это перебор. И, честно говоря, объективно, наверное, даже, и не только честно, стоимость данной машины, по большому счету, ну где-то, ну пускай 8 тысяч. Ну просто потому, что это восьмерка, бодрая, веселая там, и в чем-то интересное. Но явно, ребят, явно не 12,5 косарей. Может, разрабы что-то перепутали, может, ценник сейчас снизится. Но было же такое, что выставили на продажу сначала набор за 10, а потом подняли цену до 15. Ну почему бы тогда не выставить за 12,5 и не спустить до 8, допустим. Ну, ладно, это так, знаете, в порядке бреда. А вообще, Буратос мне все больше и больше нравится. Раньше, раньше, ну нет, не Буратос. Буратос это все-таки в основных больших танках, в большом брате, там есть арта такая. Ну а что касается боя Росквая, то все-таки данный братец, как я уже сказал, он нравится мне все больше и больше. Я поначалу относился к нему скептически. Когда он мне попал на твинг, я поначалу так, знаете, ну типа, окей, хорошо, будет новая машина, смогу снимать новые обзоры. На этот твинг я захожу нечасто, поэтому в целом стоит там себе, да и стоит. А сейчас понимаю, что, наверное, на восьмом уровне, когда мне надо было бы на этом типе техники выполнять какие-то БЗшки, то, наверное, я бы взял себе Бурацквая как основную машину для удовлетворения именно вот этой потребности. Передвигается машинка очень бодренько, очень весело. Стреляет между снарядами КД бомбическое. На дальних расстояниях стреляет довольно точно. Что касается негативов, это то, что я изначально говорил. Ну, все-таки 18,5 секунд перезарядки магазина, это очень много для него. Ему реально подстать где-то в районе 15 секунд. Знаете, так вот. Это если не говорит, что я прям уже загоняюсь, а просто вот, чтобы было нормально и комфортно. Если загоняться, то это чтобы было перезарядочки где-то эндок секундочек 13. Да, я тебе закину, а ребята тебя уже доберут. Ну, добирай, добирай их. Все, слава богу, сделали. Сделали два фрага, немножко урона побросали, заценили с вами подвижность, заценили точность орудия. Как вы видели, пробитие на базовых снарядах, даже с учетом его улучшения, против некоторых тяжелых танков недостаточно. Поэтому приходилось переключаться на голду и, соответственно, необходимо сделать скидку на это в разрезе вопроса, сколько товарищ фармит. 2000 урона, два сделанных фрага. По количеству фарма давайте будем смотреть повнимательнее. Значит, первое. Если смотреть без учета премиум аккаунта, если мы с вами вот это вот не потратили бы пополнение боекомплектом, то есть не заполнили бы себе в минус немножечко голдовыми снарядами, отключить бустеры кредитов в 32 тысячи. Но давайте посчитаем лучше вот здесь вот. Вот здесь я округлю до, там, не знаю, добавим 7, этих отнимем. Короче говоря, где-то 25 косарей нам надо отбросить. Это приблизительная цифра, не говорю точно. И с учетом премиум аккаунта 125 тысяч приблизительно. За вот такой вот абсолютно спокойный, я бы сказал, ненапряжный бой. Поэтому бой Росквая мне и нравится все больше и больше. Второе место в команде по урону практически ничего не делает. Представьте себе, что эта машина может, если вам повезет с результативностью больше, вы найдете себе изначально хорошее место, а не так, как я в начале боя пытался все раздуплиться, куда мне ехать. Короче говоря, машина потенциально очень классная. Главное, к ней правильные руки приложить. Вот так я это назову. Ребят, если вы за честные обзоры, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Если вы можете финансово поддержать канал в его развитии, как вот сейчас в вопросе с тем, что я не могу себе позволить реально для развития канала купить две машины и снимать на них обзоры сейчас и в дальнейшем. Ребят, есть донатная ссылочка. Пересылайте свои донатики, я вам буду безумно благодарен. Ну а вообще подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я всегда жду вас и всегда буду вам рад. Всего хорошего, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.